Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета, который провел президент страны Владимир Путин. Речь шла о медицине. Участники были разделены на несколько рабочих групп, каждая посвящена определенной теме. Дмитрий Азаров работал в одной из самых сложных, посвященной развитию первичной медицинской помощи. Именно этому направлению уделяет особое внимание глава государства Владимир Путин. Напомним, что в августе президент заявил о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения. Пациенты жалуются на плохие условия. Очереди к врачам, специалистам и их нехватку. Медработники недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. Глава государства отметил, что тех средств, которые выделяются на первичное звено в рамках национального проекта здравоохранения, а это 237 миллиардов рублей, явно недостаточно. Мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не потому, как плохо было вчера, а потому, как были требования на сегодняшний день. И потому, что мы должны и хотели бы получить завтра. И то, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма. И это на самом деле справедливо. На госсовете главам регионов было поручено до 10 января разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять. Правительство предусмотрело дополнительное финансирование на 2020-2022 годы. Предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств по 50 миллиардов в год. При этом глава государства подчеркнул, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован. Какой будет школа на пятой просеке? Предварительный проект образовательного учреждения представили на встрече жители микрорайона с главой Самары Еленой Лапушкиной, заместителем председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым и представителями профильных министерств и департаментов. Детали проекта изучал Андрей Горгуленко. Процесс строительства школы на пятой просеке запущен. Об этом можно говорить официально. Самарский департамент градостроительства разместил на сайте госзакупок заявку на проектирование образовательного учреждения. Школа будет располагаться на территории дву убывших баз отдыха «Мечта» и «Экономист», чью территорию недавно передали в муниципальную собственность. Предварительный план строительства представили на встрече с жителями пятой просеки. На участке возведут школу на 1200 мест при работе в две смены. Проект мы используем из имеющихся в сегодняшний момент в реестре экономически эффективных, так называемый типовой проект. Он уже применен. Четыре таких школы аналога построены в Ростовской области. Сама концепция именно внешнего вида расположения блоков внутренних помещений будет использоваться отсюда. Так как школу будут возводить на месте бывших корпусов баз отдыха, то это сведет к минимуму количество спиленных деревьев, а значит лес будет сохранен. Кроме того, высота здания не будет нарушать регламент охраны зоны, знаменитой дачи Головкина со слонами, которая находится по соседству. Ранее сообщалось, что школа может быть с большим количеством мест, но реализовать такой проект не получится из-за сложности рельефа. На участке перепад высот составляет более 15 метров. Сегодня эта работа продолжается. В любом случае, я считаю, что то, что школа будет современная, школа новая, в локальной близости, где детям надо ходить, не надо ехать через полгорода, это хорошо. Все усилия сосредоточены, сейчас все просчитывается по дням. Будущая школа будет соответствовать всем нормам и требованиям. Классы будут спроектированы по современным стандартам. Большая библиотека, медицинское и психолого-локопедическое оснащение, спортивные и хореографические залы и большой спорткомплекс на улице, столовая на 320 мест. Для родителей удобные подъездные пути и парковочные места для ожидания детей. Закупка работ по проектированию пройдет в течение ноября. Строительство уже профинансировано деньгами из федерального и областного бюджетов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Энергетики, чиновники и общественные деятели региона обсудили, какие позитивные изменения может принести в Самарскую область переход на новую модель рынка тепла. Наш корреспондент расскажет, что такое альткотельная и как ее появление скажется на качестве теплоснабжения горожан. Протяженность тепловых сетей в Самарской области 2400 километров. Часть из них принадлежит ресурсоснабжающей организации, другая часть – муниципалитету, а третья пока хозяина не имеет. В среднем износ труб достигает 70%. Чтобы заменить старые коммуникации, необходимо дополнительное финансирование, которое может обеспечить метод альтернативной котельной. Когда вопрос альтернативной котельной, будем говорить, готовится и произойдет это, то сегодня это все будет сидеть в затратах, будет обязанность перекладывать как сети, будем говорить, приводить в нормативное состояние и собственные, и муниципальные, и бесхозные и тому подобное. И первый шаг уже не дожидаясь принятия решения, мы уже сделали, мы подписали дорожную карту. Новая модель рынка тепла позволит энергетикам решить проблему со всем теплосетевым комплексом, в том числе с бесхозяйными сетями. Можно будет вкладывать заемные средства в их обновление, чего при нынешней модели тарифообразования невозможно. Ресурсоснабжающая организация будет стремиться к повышению качества и надежности теплоснабжения. Значит, ну, как я говорил, инвестиционные программы разработаны, и объем средств, которые необходимы для приведения в нормативное состояние системы теплоснабжения в трех городах Самарской области составляет порядка 50 миллиардов рублей. По мнению энергетиков, этих денег будет достаточно, чтобы привести теплосети в порядок. Мария Левина, Максим Гусев, События. Подготовка к параду памяти на финальном этапе. Легендарный штурмовик Л-2 «Черная смерть», как его назвали в военные годы, взлетит над Самарой. Это будет впервые за всю историю патриотической акции. Самолет поднимался в небо на параде лишь однажды, 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этом году авиация поддержит реконструкцию боя, которую покажут на набережной. Что еще интересного ждет зрителей, узнала Мария Левина. Миллионы сутеб реальных людей, которые оставили дом и ушли на фронт. В этом году тема парада памяти «Солдатская слава» особенно близка к каждому россиянину. Герой есть в каждой семье. Лейтмотивом парада будет история почетного гражданина Самары, героя Советского Союза Владимира Чудайкина. 15-летним мальчишкой он участвовал в параде 1941-го, а позже отправился на фронт, где служил танкистом. Это наша легенда, наша гордость. И судя по солдат, много разных, интересных. Допустим, в Волгском районе у нас есть село, в котором на одной улице проживало три полных кавалера Ордена Славы. Такие вот геройские наши земляки. Вне зависимости от войны жизнь шла своим чередом. Правые фронтовики выкрадывали минуточку, чтобы написать весточку родным на гражданку. Порой получить письмо из родного края – это была единственная радость для защитников. Мы не должны забывать о том, что основную лямку войны тащил именно рядовой солдат, как в известном фильме сказано, рядовой пехотный Ваня. Вот этому рядовому пехотному Ване мы и посвящаем девятый по счету парад памяти. 7 ноября на главной городской площади не только пройдет масштабный парад памяти, но и воссоздадут солдатский быт. Баянист сыграет песни военных лет, которые защитники пели, чтобы настроиться перед очередной битвой с противником. Тогда они не знали, увидят ли своих родных еще раз. 7 ноября самарцам покажут реконструкцию атак группы полковника Горохова, которая проходила в 140 метрах от реки Волга. Бой продемонстрируют на набережной на красноармейском спуске. В реконструкции примут участие более 300 человек. Сражение будет поддержано авиацией. В небо над Самарой, как когда-то на параде в Куйбышеве, поднимется легендарный Ил-2. Мария Левина, Николай Сидоров. События. В преддверии парада памяти, который в этом году посвящен солдатской славе, юно-армейцы проводят у Домов ветеранов патриотические акции. Сегодня поздравляют почетного гражданина Елену Васильевну Шпакову, 20-летнего бессменного директора Самарской шоколадной фабрики. Подробности у Елены Малютиной. Бессмертный, как огонь, спокойный, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа. Великий подвиг наш и история хранит. Никто не останется без внимания. В преддверии парада памяти, который в этом году посвящен солдатской славе, юно-армейцы проводят у Домов ветеранов патриотические акции. Сегодня поздравляют почетного гражданина Елену Васильевну Шпакову. Елена Васильевна, поздравляем вас с праздником. Символ своего времени – Елена Васильевна Шпакова. Она оставила Москву в далеких 50-х ради работы в Куйбышеве. Позже, благодаря ее труду, город получил народное название «Шоколадная столица». А ведь этого могло и не быть. За право построить фабрику боролись десятки городов. Москва, Ульяновск, Новосибирск, Киев. Победу уже праздновала столица. Но Елена Васильевна смогла доказать, что лучший шоколад смогут приготовить только здесь. Накануне «Парада памяти» она вспоминает и тяжелое военное время. Когда ей было 16 лет, она попала под бомбардировку и получила тяжелую травму. Тогда ее поддерживали родные и одноклассники. Готовы ходить на головах, чтобы только я могла улыбнуться хоть чуть-чуть. Вот такое состояние. Ну, потом они подросли, они уходят на фронт, все мальчишки наши. Они «Лена, мы за тебя отомстим». Вот они ушли на фронт, отомстили и погибли они все. Один вернулся, Виктор, в сторону. У него моя карточка, фотография была. С первых уст мы можем узнать все, как было по-настоящему с того времени. Для меня это имеет очень большое значение, я этим горжусь. И мне безумно приятно, что я могу познакомиться с таким очень важным человеком. И считаю, что каждый год это надо отмечать и уделять этому как можно больше внимания. Парад памяти, который в этом году посвящен солдатской славе, пройдет на площади Куйбышева 7 ноября. Почетными гостями станут ветераны. Не забудут и о тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти. Юно-армейцы проведут у кого их домов патриотические акции. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов, События. Проверить свои знания о народах, проживающих на территории страны, смогли участники Большого этнографического диктанта. Международная просветительская акция уже в четвертый раз прошла в единый день в каждом регионе России. Диктант позволит оценить уровень знаний о народах, проживающих в стране. В этом году диктант проходит на трех с половиной тысячах площадок. В Самаре работали десять. На одной из них в школе Ектылык этнографический диктант написала и глава города Елена Лапушкина. Среди участников акции много педагогов. Они рассказывают, пишут диктант не в первый раз. Это хороший стимул пополнить копилку своих знаний, чтобы потом делиться ими с учениками. Детям нравится вообще слушать очень на уроках, используя на литературе, используя на русском языке. И участвовать в таких диктантах очень важно. Это наша история, наше будущее. Организаторы уверены, акция поспособствует укреплению межнационального мира и гармонизации межэтнических отношений. Для тех, кто не смог проверить свои знания на региональных площадках, организовано онлайн-тестирование на официальном сайте проекта с 1 по 4 ноября. Одни видят внутренний мир человека, другие – красоту архитектуры, третьи – бытовые сценки. 15 авторов представили свои работы в галерее «Новое пространство». В областной библиотеке открылась фото-выставка «Дороги, которые мы выбираем». Анатолий Головков вдохновился увиденным. Проникновенная музыка и яркие работы лучших фотохудожников Самары. В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Дороги, которые мы выбираем». На снимках героический труд врачей, городские пейзажи, красоты волжских «Жигулей» и страшные последствия грузино-абхазского конфликта. Брошенные дома, которые давно заросли травой. Каждый из фотографов раскрыл тему выбора по-своему. Эти же люди, вопреки или несмотря, тем не менее, они возводят фотографии до искусства, отбирают и участвуют в этих проектах. За атмосферу в этот вечер отвечали участники трио «Ривербэнд». Музыкантам кавер-группы близка философия самарских художников, поэтому они решили поддержать коллег по творческому цеху. Будем исполнять композиции классические, плюс роковые, так скажем. А почему? Ну потому что это наш выбор, это наш путь, поэтому мы здесь. По словам организаторов, выставка традиционная. Она как некий отчет о проделанной работе за год. Дороги, которые мы выбираем, тема широкая и разноплановая. Проблема выбора, она всегда существовала во всех видах искусства и в жизни. И все это очень тесно переплетается. И нам была интересна именно интерпретация каждого отдельного автора этой темы. В середине ноября одним из почетных гостей фото-выставки станет психолог, специалист и обучающий аналитик Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Елена Сидоренко. Она поговорит с любителями искусства о психологии выбора. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Маэстро-марш в 15-й раз в Самаре прошел межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. В этом году главная тема – музыкальные произведения, посвященные полководцу Александру Суворову. Военные марши вместе с жюри оценила и Сергей Кезорки. Гатчинский марш в исполнении оркестра народных инструментов Садко. Творческий коллектив молодой, ему нет и года. Его отец-основатель, дирижер Сергей Шалыгин уверен, у них большое будущее. Оркестр уже играет на популярном самарском фестивале «Маэстро-марш». Впереди еще много конкурсов. «Прекрасно то, что этот конкурс проходит как раз в начале учебного года. Это хорошо для того, что они сразу приходят в форму. Не к марту месяцу, а они уже сейчас в форме. Хороший стимул для детей. Одно дело играть сольно, выступать самому, но другое дело играть в ансамбле, в коллективе, в оркестре, где нужно играть уметь слаженно со всеми. И этому навыку как раз-то и обучают в оркестре, чтобы была гармония, единение». 15-й межрегиональный музыкальный фестиваль «Конкурс «Маэстро-марш»» посвящен 220-летию похода через Альпы российской армии, возглавляемой полководцем Александром Суворовым. Исполнители могли сыграть несколько произведений, однако обязательно должен был прозвучать марш, посвященный этому событию. Юных музыкантов это не смущало. Наоборот, рассказывают родители, дети рвались на сцену, как на поле битвы, за славой и наградами, как солдаты Суворовской армии. «Ему нравится выступать на сцене, ему нравится, как он мне сказал, мама говорит, я тебе говорю по большому секрету, мне нравится, когда мне хлопают, это так приятно. Поэтому, конечно, да, ему очень воодушевляет, ему хочется и петь, и играть, и выступать как можно больше на сцене». За два конкурсных дня жюри прослушала несколько десятков маршей и других музыкальных произведений и пришло к выводу – мастерство растет. «Детские коллективы радуют именно качеством исполнения. Когда есть толковые преподаватели, когда есть на кого равняться, когда есть товарищи, которые, допустим, учились в музыкальной школе, перешли в музыкальное училище, и там повышают свой профессиональный уровень, естественно, и общий профессиональный уровень исполнительства растет, и дети заинтересовываются, и показывают именно количество, переходит в качество, то, чего хотелось бы побольше». Фестиваль «Маэстро-марш» для многих музыкантов стал своеобразным трамплином во взрослую творческую жизнь. Лауреаты и дипломаты конкурса поступают и удачно заканчивают академии и консерватории. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Закружились в ритме вальса. В Самаре прошел праздник для людей пожилого возраста «Осенний бал». Он организован по программе национального проекта «Демография». На бал отправился и наш корреспондент Никита Борисов. Когда была молодая, с улыбкой вспоминает Людмила Тыринова, очень стеснялась танцевать. Решилась только на выпускном в институте. А вот сегодня, несмотря на годы, ноги сами идут в пляс. Пенсионерка старается не пропускать ни одного праздника. Когда танцуешь, полное раскрепощение и отдых. Если любая усталость физическая, умственная, самое, что может тебя вытряхнуть из этого, это включить музыку и танцевать. Все, что придется. Для гостей серебряного возраста организаторы Дома ветеранов подготовили разнообразную программу. Главным подарком стало выступление военного оркестра самарских росгвардейцев. И я думаю, что все получат незабываемое впечатление, потому что оркестр придаст особую торжественность празднику и подарит ветеранам, конечно же, хорошее настроение. В Самаре балы для ветеранов уже стали традицией и проходят дважды в год, осенью и весной. Никита Борисов, Константин Головин. События. За четыре дня вокруг Самарской области православные священники и спортсмены отправились в путешествие по городам и селам рассказать людям, что вера и физкультура отлично дополняют друг друга. Автопробег стартовал от Покровского собора у стадиона «Динамо». Финиширует у церкви Спиридона Тремифунского рядом со спорткомплексом «МТЛ-Арена». С участниками акции пообщался Сергей Кизоркин. Без молитвы никуда – главное правило православных спортсменов. Вот и перед автопробегом, который посвящен празднику и храму Покрова Пресвятой Богородицы, участники отслужили молебен. Каждый в путешествии по Самарской области ищет что-то для себя. Борец Алексей Мельник хочет побывать в знаковых самарских православных местах. Одна из остановок – мужской монастырь в селе Виновка. Земля наша Самарская очень богата православными моментами. И когда православие, так сказать, делает такие пробеги и делает свои правильные шаги, это больше всего, так сказать, духовно понимает. Кандидат в мастера спорта по водному полу Константин Добров признается – дорога в спортзал у него всегда проходит через храм. Морально уверенность дает, спокойствие и веру в себя. Программа автопробега максимально насыщена семинарами, тренировками, мастер-классами и, конечно, молебнами. Обязательные службы, как и положено, будут проходить утром и вечером. Ведь заниматься душой нужно, как и телом – постепенно, последовательно и постоянно. Уверен Иоанн Мохов. Протеерей отвечает в Самарской епархии за здоровый образ жизни прихожан. В духовной жизни все время ты сталкиваешься с каким-то необходимым фактически боем с самим собой. Духовность, она предполагает сражение. Здесь в спорте тоже. Поэтому какие-то вещи очень близкие. То есть сильный человек, он в первую очередь к нами рассматривается сильный духовно. А сильный духовно должен быть и физически крепким человеком. Автопробег стартовал. Отворот Покровского собора финишируют у храма Спиридона Тремифутского в День народного единства. За четыре дня команда священников и спортсменов с агитацией за веру и здоровый образ жизни побывает в Новокуйбышевске, в селе Никольское Безенчугского района, в Сызрани, в Виновке и в Тольятти. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Самара с победы начала выступление в Кубке России по баскетболу среди мужских команд. Уфимец сдался без боя на МТЛ-арене. Кто пройдет во второй круг соревнований, будет ясно после ответного матча в Башкирии. А пока смотрим отчет о поединке в Самаре. Сергей Кизоркин расскажет подробнее. В первом матче 1-8 финала Кубка России по баскетболу самарская команда на своей площадке разгромила уфимцев. Трехочковые броски уже в первой четверти помогли волжанам захватить инициативу и больше ее не упускать. Плюс 10 после первого периода и плюс 16 после второго. Мы готовились к этой игре. Это важная игра. Кубок России. То есть надо проходить этого соперника, играть дальше. Игры, можно сказать, на вылет, домашние, на выезде. И дома нам надо было большое преимущество по максимуму сделать, чтобы на выезде вопросов больше не было. Отдохнув, самарцы продолжили добивать соперника. При этом команда вынуждена была играть без двух баскетболистов основного состава. Александр Савенков в лазарете, американец Байден Джексон вне состава, согласно регламенту турнира. В результате Самара победила со счетом 89-59. Главный тренер Уфимца в шоке от цифр на табло. Я считаю, наверное, худшая игра в сезоне наша. Надеюсь, что последняя. Но с таким количеством потерь, с такой низкой процентом реализации, конечно, не то что о победе говорить. Тем более с такой командой речи не может быть. Убедительная победа Самары снимает практически все вопросы об исходе противостояния команд в первом круге Кубка страны. Четверть финалист определится по сумме набранных очков в двух встречах. Сейчас лидирует волжане плюс 30. Должно произойти чудо, чтобы перевес был в пользу уфимцев. Ответное противостояние состоится в Башкирии 13 ноября. Защита наша сегодня неплохо сыграла. И нападением самое главное забить. Мы забили и почувствовали легкость. Соперник, наверное, не поверил, что может сопротивляться именно в сегодняшней игре. Где-то сник и дал нам то преимущество, которое мы в итоге получили. Мужская команда баскет-клуба Самара продолжает борьбу и за медали Суперлиги чемпионата страны. Выездная серия пройдет в Новосибирске и Сургуте. А в Самаре они сыграют только 18 и 21 ноября. Однако большой баскетбол можно будет увидеть в ближайшие выходные. 2 и 3 ноября в 5 вечера в спорткомплексе СамГТУ. Улица Лукачева, 27А. Женская команда баскет-клуба Самара проведет первые матчи в чемпионате Суперлиги 2. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самара Гис на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!